КПД за счет выбора стали. Теперь, за счет увеличения объема, у меня там было 5 сантиметров, а здесь 7 с небольшим. 70 с небольшим. Значит, 40 процентов, 1,4. Итак, два раза увеличить на 1,4, получается уже 2,8. Таким образом, если даже принять домашний вариант со 100%, то получается уже около 300%. Вот это должно получиться. Теперь мы что? Мы улучшили качество вот здесь. Там расстояние 1-2 сантиметра в домашнем варианте, а здесь 0-9 сантиметра. Снова увеличится КПД, но процентом на 20%. Итого минимум 300% здесь есть, если КПД того считать 100%. А если считать 150%, как мы получили там опосредованным способом, то где-то под 500%. Вот 300-500% мы, так сказать, ждем от этого устройства. Ну вот, все вроде. Все замечательно. Давайте теперь побыстрее это сделайте. И вперед. Мы стараемся. Быстрее не сильно. Нет, ну все нормально, хорошо. Завтра уже это будет. Вы сейчас эти трансляции посмотрите как-то? Да, я перед сном смотрю. Да поэтому я буду... И Политин Григорьевич, насчет еще вставлять, съехать в стадор. Какие-то, что мне нравится. Понимаете? Как-то нам стадор, да? Нам, это действительно очень важно. Нам важно не повредить вот эти вещи. Важно не зацепить за них. Там же дикие силы здесь, сейчас. Представьте, здесь полтора Тесла на роторе будет. Полтора Тесла. Поэтому нужно сделать вот таким образом. Сзади. Сзади. Сзади зафиксировать пластинку. И когда в нее просунуть. Если он был не меньше, чтобы не было. Сверхоев. Вот, если на этот сон, на ней можно это сделать так, чтобы 0,9 мм соблюдалось. Да? Когда там силы будут маленькие. Между притяжей. Там пахает, чтобы не... Чвет не положил. Да. Вот. Тогда, если на машине можно, это тогда будет. Он говорит, что напряжение можно подать. Какое? Можно напряжение подать... Давайте изучим этот вопрос. То есть, вот смотрите. У нас, допустим, здесь идет провод. Здесь плюс, а здесь минус. Тогда мы подаем сюда. Вот. Магнитные силовые линии вот так идут. Вот. Вот сюда. Вот так идут. А мы можем ротор вот точно так же сделать. Но не притягивалось, а чтобы откалкивалось от этого дела. А вот тогда выворачиваться будет. Он будет выворачиваться, но когда его ровно поставишь, он ни туда, ни сюда. Только вот если угол будет, тогда выворачиваемся. Угол на станке можно? Да. Вот. То есть, если на станке сделать так, чтобы не дернуть вот это. А то если дернем, все. Все. Там пойдут замыкания. Топик. 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 И пошло по верху. Можно пластик туда. Можно пластик. Очень тонкий. Алюминий. Тонкий. Можно алюминий. Уже правильно. Привет. Зачем? Да. Даже придумали полимер какой-то. Что-то пленку полиэтиленового. Вот уже. Да. Доктор Аплазмом нажал и все. Да. Пускай свою. Находшись. Скользила. Ну. Которого просто стало. Да. Которого просто. То есть, грубо говоря, обмогать. Которого не получится. Теперь скульптёжки поставили. На столе. Да. И тогда что? Вот если это хороший вариант действительно на станке, тогда вот у нас вал, вот здесь поставить заранее эту в одну станину и здесь в вторую станину. И потом, я говорю, нет, давайте попробуем. Ребята, здесь нет ничего? Все, железно, да? Да, и видно, вот она вот сейчас. Мы еще проверим потом, все глупости соберем, на предметку, которую вдруг где-то дадут, гигометр, подсоединим, посмотрим, покажем. Не, ну здесь отличная, здесь более-менее отличная вещь. А вот главное, чтобы внутри не было контакта. А может там просто греться, какая-то очень сильная? Ничего, это греться не будет, значит, это греться не будет. Только на пределе, когда там, сейчас я вспомню, значит, это при полутора Тесла дает 3 вата на килограмм, 3,6 вата на килограмм. Вот будет греться при полутора Тесла. Если пластины между собой все заходят, то будут греться эти пластины. Они греться будут, да, там только сухо пошли, поехали. Если будет железо греться, значит, проработает где-то. Ну, она быстро разогреет. А вот в 34,25 там в 10 раз меньше. 0,3 ватта на килограмм. В 10 раз меньше. Вы же про потери говорите, да? Про потери, которые можно сказать. Да, да, нет. Когда идет перемагничивание, она же крутится. Вот. Там при перемагничивании выделяется тепло уже в самой огне. В этом, в металле. Потому что там все равно что-то идет. 300 ватт так уж так. Нет, но тут скорость перемагничивания очень маленькая. А, это маленькая, да. Но когда мы на 50 оборотов, уже будет чувственно. Уже чувственно. Но если 3,4,24, 25,24, там и этого бы уже. Даже при полтора Тесла еще ничего не будет. Ну, в 10 раз тепло будет меньше. 0,3 ватта на килограмм. Ну, что? Ну, будет там до 30 градусов теплее. Ну, 35. Ну, что, ребята. Завершение. Да. Порщупник Везушин. Руку от. Ну, все. Прошу раздеться, руки помыть. Большое спасибо за осмотр. 20 декабря. Научная информация. Одобряйте пока работу. Не напортачили. Ну, еще. А, 30 плюсов старается. Все это старается. Отлично. Ну, что бывает. Некоторые. Некоторые. Вы вас жалуетесь, что некоторые люди, там, начинают ретиковать. Ну, всегда бывают люди, которые в чем-то в жизни. В жизни. Да. Так что, просто нужно молча к ним с сомневанием, с сомневанием относиться и все. Больше еще. Там, вот, например, под именем Вишлер написал что-то такое. Александр Бенков. Ахахаха. Я не хотел написать следует примерно такое, но потом расдержался. Что. Атоль. Расписать пришла. Вы в свое время не послушались рекомендаций ученых. И если бы вы их послушались, то в 1947 году вы имели бы и атомную бомбу и стратегическую. Закету ее достану. И надеюсь, что и в этом случае вы тоже ошибались. Ну, это не сам. Ну, потом, может быть, заговорили. Хорошо, что тебе говорю, что ничего не так понимает. Давай, как делай. Снимай. Девец, пожалуйста. Что? Да, вот так. Ок. О, вот так, что он трудненько. Конечно. Это, что? Да, что, он лично. А вот, это, что не надо в КПП. Нужно знать ее КПП. Да, потому что… Общее КПП будет перемножение. А вот, что я думаю, что… Мы с ним на больше 80% процентов… А вот. Ну, это, что они… Нет, это большая уже. Аа, он же вот где. А это что? Вот этот сам генератор А это ИКОНИ А это его ИКОНИ Система приема А вот Ну да Вот два проваливания И все и выход Да А вы думаете Ну как-то Ну ладно Ну ладно Не, не могу Ну же, это же 0-10-3 фазы Ну я говорю, две фазы Одну фазу и Вот так А как выпрямлять? Зачем? У нас же есть Мы возьмем дворчик аппарат Прямо подключим на 220 его сюда А он же не выпрямлен какой-то Вот такой А он же и там на переменку Он же в районе Тогда конденсатор нужно ставить Большой Поставьте конденсатор Потому что У него после выпрямления будет вот такой Вот такой ток А вы через него пропускаете? Ну конечно У меня 220 вольт попрямляется сразу А-а-а-а Это нормальный, постоянный атом Ну все Все отлично Все хорошо Не больше 10 вольт постоянно Все хорошо Отлично Тогда там и не нужно Когда это ставить Потому что уже все прекрасно Вот так Мы его вот туда вот И подключим А подмогу Делаем через пару Подмогу Ваши Вот это регулирует Поставьте Проходи подмоги Теперь вот еще что-нибудь Ну ладно Это мы когда будем запускать Ну ладно Это мы когда будем запускать Сначала нужно запустить просто Ну каким-то образом Без этой вещи Вычислить КПД Ну покрути Покрути А нету этого Динамик Да Все Посмотреть КПД Вот Если у него действительно 300-900% Тогда можно не смотреть на КПД На этот Наша главная задача Чтобы Крутилась самостоятельно Эта вещь А 300-500% Что Даже здесь будет 50 Умножим на 3 150 Ну не 50 Он там Я думаю Тридцать Три наверно Киловатт с ним снимать А где-то Восемь процентов Его номинал То есть 40 киловатт Это ну сколько Ну Нам его главное Запустить Чтобы он запустил Вот этот вот Инвертор Этот генератор А больше нам не надо И все И потом то Нацепить челюсть Ну и это Посмотреть нужно КПД А то может быть тут КПД Есть хороший 95% Да Хорошо Это тщательно Ну сначала Мы сделаем Замерим КПД Вот С помощью Динамометрии Вот А потом уже будем смотреть А теперь Сначала мы даже Небольшие токи Очень небольшие токи Очень Небольшие токи А это уже когда генератор Пойдет Подключили Хорошо Хорошо Так Все нормально В общем Силы пальчиками батарейки Хватит чтобы его не остановить Ну Силы пальчиками Хватит чтобы его раскрутить И пошел И пошел А как только только пошел Там сразу пошло Завертелось Там нужно только Может быть знаете Что еще И это Риастан Хороший Ага И его Это Туда-сюда Крутить Туда У меня проволока есть Вот для печати Нет Это самое У нас У нас Бол питания Там любой ток Можно поставить На ограничение потока Можно на ограничение контррева Нет Я боюсь вот чего Когда мы это Закоротим Это делать Все Тогда Там мы Судим А там Начнет раскручиваться И может разрушиться Так и нет А мы тут Потом его Убавим Ограниченно Там не успеешь Нет Изначально Ограниченно Да Хорошо Вроде что Правильно Да Давай Поднимайтесь